Приветствую вас, аноним. Знаете, если бы меня спросили, как вот я бы одним словом мог бы назвать вашу историю, я бы сказал, что накипело. Вот, накипело, знаете, накипело у вашего мужа, накипело у вас, вот, накипело, вероятно, у родителей. И, соответственно, успех накипел, накипело, получается. Ну вот, интересная штука. Накипело, это вроде бы накипело, да, но вы пытаетесь понять, как вам поступать дальше. При этом, очевидно, как-то вот, не беря в расчет, этот факт, что есть цели, ваша цель, в соответствии, с которыми вы и будете поступать. И забываю о том еще, что ваше спокойствие, как вы его... Сами называете, да, вот, ну, как бы вы сами говорите, что вы спокойны, что вы спокойны. Очень напоминает... Очень напоминает... Зажатов. На мой взгляд, по крайней мере. И не всегда спокойствие, это плюс. На это указывает тот факт, что вы не можете сейчас ничего есть. Сказалось бы, ну, если вы спокойный человек, то есть не принимаете близко к сердцу то, что с вами происходит, например, то все должно быть в порядке, но нет. Нет. В этом смысле все не в порядке. А значит, скорее всего, у вас есть эмоции, которые вы просто не позволяете проявляться. И они выражаются в такой вот, можно сказать, аутоагрессии и самонаказания. Самонаказание и... В том, что вы ничего не видите. Судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что вы рассказываете, ваш муж не сделал ничего кардинально особенного. Судя по тому, что вы описываете, ваш муж, ну, может быть, действовал не совсем как обычно, но он действовал в рамках своего характера. В рамках своих действий, в рамках своих, в рамках своего психологического, можно сказать, портрета. Только для вас это такое впечатление, что было неожиданностью. Что я вижу? Да? Давайте разберемся. Значит... Значит... Вы пишите. 28 числа был день рождения у ребенка. Приехали мои родители из другого города, вечером посидели с семьей. Вы знаете, я, конечно, не знаю, и, безусловно, это вам решать. Но... Кхм... День рождения у ребенка. А... 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 Сидите почему-то вы. То есть, опять же, поймите меня правильно. Мне хочется... Понять. Вы... Правда это все делали для... Ребенка? Или все-таки это вы делали больше... Ммм... Для... Ну... Себя. Насколько ребенку было весело с вами. День рождения для него, это... Пригласить... Друзей... К нему. Это... устроиться ему праздник, ему, а не вам. Вот. Понимаете, какая штука. Я не обвиняю вас, еще раз хочу подчеркнуть, у меня нет желания вас обвинять. Просто очень надо понять, какой, какой контекст у того, что произошло. Потому что, на мой взгляд, именно то, что вы посидели с семьей, стала таким апофеозом конфликтов между вами и мужем, между мужем и родителями. Возможно, заметьте, только возможно, между родителями и вами, я, конечно, этого всего не знаю. Ну, я не знаю всех деталей. Но, мне кажется, что, как вариант, такая история вполне себе может быть. Дальше. Муж был изрядно выпивший и пошли прогуляться вдвоем. Вот. Хочется спросить вас. Вы, когда с мужем шли гулять, вы чего ожидали? Вы, на что рассчитывали? Когда, вот, с мужем пошли на прогулку, вы правда думали, что все будет хорошо? Вы правда думали, что он не станет к вам придираться? Только честно скажите. Честно постарайтесь ответить на этот вопрос. Дальше. Он начал придираться к словам, провоцировав меня на конфликт. Я была абсолютно трезвой, пила только сок и не поддавалась на его желание поругаться. Игнорировала, прошла успокоиться. Ну, здесь, опять же, почему вы пили абсолютно трезвый? Почему вы пили только сок? С кем пил ваш муж? Интересно. Вот. Не поддавалась на его желание поругаться. Ну, здесь я бы сказал, нужно преследовать ваш в целом генезис конфликта. Ну, вот, там и все. Ну, как-то вот мне, опять же, кажется, что не все так очевидно, как вот приописывать. Не все так очевидно, как вы говорите. Не в том смысле, что я вам не верю, а в том смысле, что, ну, есть вот, есть что-то еще. Я это чувствую, да? То есть, это не первый конфликт ваш, в котором вы участвуете с мужем, очевидно. И для вас, ну, наверное, не является неожиданностью, что мужчина, когда выпьет, ну, сейчас становится агрессивным. Вот. То есть, я не говорю о том сейчас, насколько это вообще вот правильно, да, и, ну, правильно или неправильно, я сейчас об этом не говорю. Ну, а речь идет, скорее, именно о природе, понимаете? Вот. О природе конфликта, понимаете, которая есть у вас. И вы предлагаете посмотреть на эту ситуацию аутентично, но я уверен, что у нее нет предыстории. И предыстория эта связана с тем, какие противоречия есть у вас и у вашего мужа, в том числе. Дальше. Так, я его просил успокоиться. Вот это и есть провокация конфликта. Потому что если бы конфликт не провоцировали, вы бы просто дали бы ему возможность выплеснуть весь негатив, который у него имел место быть. Вот. Просто позволили бы ему выплеснуть весь негатив. Вы этого не сделали. Вот. Опять же, опять же, я вас не обвиняю в том, что вы делаете. Да, я вас не обвиняю. У меня нет цели вас именно обвинять. Но я очень хочу, чтобы вы пересмотрели свою позицию, пересмотрели свое отношение к мужу. Потому что на данный момент сейчас ситуация выглядит таким образом, что вы, говоря о том, что не провоцируете своего мужа, на самом деле его провоцируется именно тем, что просите успокоиться. Хотя наверняка, наверняка вы знаете, как его это может раздражать, как его это может злить, как ему это может не нравится. Когда ему пытаются, по сути дела, заткнуть рот. Вот. Ну и там, конечно, очень важно посмотреть вот по существу. Да? То есть, вот, к чему придирался ваш муж, к чему придирался ваш супруг. Конкретно, к чему он придирался. Вот какие слова ему не понравились. Почему он на них так остро реагировал. Вот. Это очень важно разбирать. И это то, что знаете вы. То, что знаете, то, что можете знать только вы. Вот. Не я, а именно вы. Понимаете? Какая история. Вот. Дальше. А в итоге он оставил меня одну среди ночи на улице, пошел к другу в соседний дом. А как он ночевать там? А-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот, чтобы мужчина так поступил. Он вас бросил и вы остались одна. В, очевидно, позиции жертвы. Ну, я так думаю. Типа, что вот. Меня бросили. Типа вот. Он меня оставил одну среди ночи и так далее. Опять же. Поймите правильно. Я его не одобряю. Но я говорю вам, что ваш... 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 Вклад... То, что произошло... Вами... Как будто... Игнорируется. На мой взгляд... Это... Недопустимо. Если... Вы... Хотите... Действительно... Наладить... Хорошее отношение... С... С... Мужчиной. Боим... Мужчиной. Опять же, я не знаю, чего... Чего вы хотите. Я не знаю... Э-э... Какова ваша... Цель. Дальше. Родителям сказалось, что он уехал ночевать на дачу. Зачем? Я не понял, лучше это было или нет. Родители и так не в восторге от него. Давно отношения не дала... Отношения не доладились. Из-за чего? Ну... В чем весь смысл? В чем проблема? В какую сторону занимаете вы? Весь следующий день я был на даче выпивал. В пятницу вечером, еле врача языком, позвонил и спросил. Я сейчас приеду домой? Ладно. Я ответил в таком состоянии, чтобы даже не появлялся. Мне стыдно перед родителями. И по факту здесь вы своего мужа унижаете. Поймите правильно, я не считаю, что вы должны поступать по-другому. И я не указываю вам, как поступать. Но... Мне кажется, что здесь вы... Вы своего мужа, эм... Присаживая оскорбили. Чтобы даже не появлялся. Говорите вы ему. Вот это, мне кажется, ну... Такая, такая, достаточно... Жесткая позиция. Я бы сказал. Это достаточно жесткая позиция. И она, эта позиция, конечно... Ну, вот... На вашем мужа отравилась... В виде его реакции. Ну, вот так. Считаю ли я, что вы не бравы в этой ситуации? Ну, если только в форме. Если только в форме. Возможно. То есть, вот... Даже не появлялся, стыдно перед родителями, это очень негативно было бы. Да и если бы он приехал в таком состоянии, отец бы его выпроводил. Как, если это ваш дом? То есть, получается, что ваш муж не чувствует себя хозяином. В своем доме. В своем доме. В своем доме. В своем доме. Получается. Если человек не чувствует себя хозяином. В своем доме. То... Вот. У нас имеется... И... Имеется... По сути... У нас имеется мотив. Мотив для... Такого. Деструктивного. Поведения. Мужчина не чувствует себя хозяином. И отсюда агрессия. Потому что он ничего не видит и не чувствует. Как. Как можно было бы. Например. Эээ... Ситуацию. Изменить. Как можно было бы ситуацию исправить. Ну, к примеру. Да. И так далее. Вот. Я, конечно, не знаю, как обстоят дела. Да. Я не знаю. Всех тонкостей. Безусловно. Но... Мне кажется, что... То, что мужчину... Могут выгнать из его седома. Ну, это... Мягко говоря. Не самая приятная такая... Составляющая. Не самая приятная... Это... Новость. Не самое приятное чувство. И не самая приятная позиция. Вот. Дальше. Эээ... Так. Эээ... В субботу... В субботу уехали родители. Дозвониться домой я не могла. Зачем звонили? Друзья сказали, что на дачу пьет со... Эээ... Со... Со... Со сведом. Сегодня утром приехал домой. Не спросил, как у нас с сыном дела. Даже на руки ребенка не взял обознь был. Спросил, приготовил ли я поесть. Я спокойно ответил, что он трое утро. Суток где-то... Эээ... Был. Ему на нас наплевать. Я должен нас сидеть, выжидать и обеды готовить. Но тоже, опять же, звучит как обвинение. То есть... Знаете... Эээ... Что значит где-то? Он был с друзьями. Тем более, что... Эээ... Друзья сказали. Что он на даче. То есть он был где-то, где-то был с нами. Почему ему на вас... На вас наплевать сразу. То есть это... Эээ... Ну это... Обвинение. Вот. Эээ... Значит, дальше. Эээ... Эээ... Он по натуре очень спельчивый человек. И вы это знали. Раньше я всегда первый слайд на примере. Зачем? Почему? Но в данной ситуации тоже перебор. Не заслужил я такого отношения. А... Я думаю, что... Может быть вы и не заслужили такого отношения. Но мы же почему-то думаем, что заслужили. И это только, как правильно сказал мой коллега, ваша ответственность. Это ваша ответственность, что человек ведет себя так, по отношению к вам. Обратные ключи отступились в том, почему он так и себя ведет. Если вы знали, что он вспыльчивый, то... Вряд ли вы ожидали чего-то другого. Или ожидали все-таки. Если да, то почему. Вот. Если... Вы говорите, что вы первые шли на примирение. Тоже вопрос. Почему вы первые шли на... Примирение. Зачем? Вы шли первые на примирение. Вот. Или вы считали, например, что... Так вы... Ну, не знаю. Так вы... Отношения... Сохраня... 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 Сохраняется. Вот. Что... Тут не совсем понятно и ясна. Именно ваша, вот... Субъективная позиция. Субъективная точка... Эээ... Точка зрения. Эээ... Так. Всегда дома чистота и порядок. Куча спорная. Ребенок нам не ну и звучит, как просто... Перечисление своих достоинств. Ведь дело же не в этом, а... В духовной связи между вами и мужем. Может не чувствовать, что вы близки, то... Никак... Никакое... О... Прилежное... Эээ... Обращение и отношение с... Ну, прилежное обращение с домашним хозяйством. Этого не компенсирует. Дальше... Так. Обидный да слез. Что обидного? Она... 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 На что конкретно вы обижаетесь? Я думаю, это очень важно, потому что... Опять же, вы говорите, что вы... Эээ... Спокойны. Вы говорите... Что вы спокойны. Но если вы спокойны... То обида ваша выглядит тем более странно. То есть, складывается ощущение, что вы... Чувствуете себя... Жертвой. Вы чувствуете себя... Жертвой. И... Действуете... Эээ... Делаете что-то для мужа. Возможно, для ребенка. Эээ... Что-то, что вам... Ну, явно, вот... Эээ... Тяжело. Что-то, что, явно, вам дается с трудом. Но вы продолжаете это делать. И сейчас... Эээ... То, что наболело. По сути. Дает... Дает особо знать. Вопрос заключается только в том... О чем именно... Идет речь. Конкретно о чем... Идет речь. Что конкретно вам... Эээ... Дается... Тяжело. Понимаете? Вот это... На это... Нужно... Эээ... Поискать ответ. На данную сторону. В данный момент. В данном направлении. Разобрать это? Не знаю, как быть. Что бы что. Чего ждать. А вот это уже позиция жертвы. Не нужно ничего ждать. Вы можете действовать. В соответствии... В соответствии... С... Своими желаниями. В соответствии со своими ценностями. Кхм. И так далее. Лично я думаю, что... Муж... Муж... Он... От вас... Ну... Не уйдет. Эээ... По крайней мере... Эээ... Пока. Пока. По крайней мере, он от вас не уйдет. А я думаю, что он вернется. Пообежается и вернется. Эээ... Возможно, что он... Даже... Извинится. Но... Это не изменит... Ээээ... Проблемную суть ваших отношений. И того, что это конфликтные отношения. И... Соответственно, это требует... Эээ... Работать. И... Работать требует в первую очередь. Как опять же сказал мой коллега. Работать... Эээ... Вайшей. Работать над собой. Вот. Понимаете? Какая штука. Эээ... Вот так вот. Я думаю, можно вам ответить. Что касается вашего вопроса, почему он себя так ведет. Эээ... Зачем вы хотите это узнать? Для чего вы хотите это узнать? Зачем вы хотите это понять? Что вам даст? Скорей всего, ничего. Но вот, эээ... Что вам... Эээ... Что вам... Эээ... Эээ... Действительно дало бы... Эээ... Плюсов. Это разобраться с тем, почему... Вы... Поступаете... Эээ... Эээ... Определенным образом. Почему... Вы... Действуете в определенном... В ключе... В ключе. Вот. Вот это... Эээ... 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 То, что... Мне кажется... Эээ... На... На самом деле, вам могло бы... Оказать помощь. Вот. Такая вот история. Эээ... Эээ... Понятно, что... Гармонизация отношений. Это... Определенная работа. И... Вопрос заключается в том, готовы ли вы к ней. Готовы ли вы... В том числе, брать на себя ответственность. За... Эээ... То, что... Происходит. Эээ... 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 Ну вот. Ну... Усл... Условно говоря, не... Между вами. Эээ... На этом все. Ээээ... Ээээ... Я надеюсь, что... Помог вам. Эээ... Если... Понравился... Мой ответ. Эээ... Эээ... Буду благодарен... Эээ... За... Его оценку... В качестве... Лучшего. А я вам желаю... Всего... Самого... Доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.